Уже стемнело, когда автобус наконец добрался до метро Выхина. Водитель Николай поторопливал пассажиров. Конечное. Вещи не забываем. И все поглядывал на часы. У него было важное дело на другом конце города. Не прошло и часа, как этот же Икарус припарковался во дворе одного из спальных районов Москвы. В полутьме под козырьком подъезда его уже поджидал заказчик необычного рейса. Это был Андрей Разин, солист и руководитель культового «Ласковый май». Всесоюзная знаменитость, но для Николая он был всего лишь другом детства. Они вместе воспитывались в детском доме. Вместе они зашли в автобус, сняли пассажирские сиденья и стали грузить мешки в Икарус. Это были мешки под завязку, набитые купюрами. Вышел целый автобус денег. Спустя шесть часов ранним утром автобус остановился в поселке Сасово, в двухстах километрах от Рязани. Мешки с деньгами скрузили и перенесли в заброшенный дом. Пачки банкнот раскладывали на полу, оставляя между ними небольшие промежутки. Вскоре стало понятно, зачем. Так они лучше горят. Наконец все было готово. Миллионы, а может десятки миллионов полноценных советских рублей. Доходы от тысяч концертов «Ласкового мая» должны были сгореть за пять минут. Субтитры делал DimaTorzok Так, что у нас в этот раз? Афиша группы «Ласковый май». Банковская упаковка из-под пачки советских банкнот. Полароидная фотография настоящей легенды нашей истории. И сверхсекретная записка председателя КГБ Крючкова лично генсеку Горбачеву. В ней он пишет, что разин пытается осуществить расправу и готовит покушение на жизнь высших руководителей партии и правительства. Все это детали истории группы «Ласковый май». Неофициальные истории, а подлинные, совершенно невероятные, никогда раньше не рассказанные. Истории на миллиард долларов США. Кто контролировал общак «Ласкового мая»? И нелегально поставлял сирот на концерты. Открываясь бумагами этого райкома Комсомола. Самый большой финансовый крах перестройки. Когда сказали на утро, это все станет бумагой. Зачем похищали солистов группы? В пакете пришли в него голову. И пытались убить Юру Жадунова. Это лично. И череда необъяснимых трагедий после распада группы. Не пшить хиты в этой стране, это опасно. «Ласковый май». Тайна пропавшего миллиарда. Прямо сейчас. Шашлычок под коньячок и полон дом гостей для хозяина особняка на окраине Ставрополя привычное дело. Андрей Разин давно живет на показ. И почти каждому готов провести экскурсию по барским хоромам. Знаменитая лестница Андрея Разина, которая ведет мои. И зависть обывателей его не пугает. За 25 лет, пожалуй, не только соседи, но и вся страна зарубила на носу. Где Разин, там скромности, места нет. Когда называлось кресло, то трон Разина. Он сделан из натурального дуба. Свой дворец, ныне депутат Разин, построил в далеком 88-м. Тогда народное признание ему досталось без мандата. Пишут, 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 раздувая из мухи слона. А статус продюсера и солиста самой популярной в союзе группы принес немалый, даже по нынешним меркам, доход. Я заработал уже первый советский миллион. Сегодня в своем дворце он, как в музее собственной славы, солидной поступью мерит владение и с гордостью рассказывает о том, чем в России не принято хвастаться. Смотрю, стоит бабушка на коленях и молится. Я говорю, бабушка, встаньте, что вы молитесь? Она говорит, да как же, храм строят. Я говорю, бабушка, это частный сектор. Этот бассейн, например, по словам Разина, повидал чуть ли не весь цвет отечественного и не только шоу-биза. Татьяна Буланова, Марина Хлебникова, Александра Бонравова, Александр Шаганов, Сергей Крылов, практически вся фабрика звезд, Лиз Митчелл с группой Бонием. Но самая невероятная, пожалуй, история о том, как Разин чуть ли не купил железного Феликса у Лубянки. Когда памятник Дзержинского сняли, и студия «Лоскомай» перечислила Лужкову 500 тысяч долларов, я хотел его поставить на это место. Мы уже сделали проект, постамент сделали, ну, Лужков передумал нам продавать этот памятник. Горбачев лично назвал Разина вторым Остапом Бендером. А он вообще талантливый человек. Ну, это и Бендер был талантливый человек. А КГБ едва не расстреляло. Так, по крайней мере, утверждает сам Разин. И можно было бы списать все на буйную фантазию основателя «Ласкового мая», если бы некоторые самые удивительные рассказы не подтверждались одним уникальным и абсолютно реальным документом. Комитет государственной безопасности СССР. Дело номер 3261. Не просто совершенно секретно. В единственном экземпляре. Вот письмо руководителя КГБ Владимира Крючкова, генсеку Михаилу Горбачеву. Это переписка двух самых главных начальников огромной страны. И о чем же они пишут? О «Ласковом мае». Вот, например, проведен обыск в квартире Разина. Обнаружены банковские упаковки для банкнот на сумму более чем в 2 миллиона рублей. Это по тому курсу примерно 100 квартир в Москве, а по нынешнему 20 миллионов долларов. Минимум. И уж совсем невозможно поверить в то, что группа несовершеннолетних подростков в 88-м году получила в аренду личный Як-40, изъятый с баланса Министерства химической промышленности. Однако тут все написано. 8 листов печатного текста и масса комментариев рукой Горбачева на полях. Например, вот этот. Ну, просто полный пец, пишет глава советского государства. И с ним трудно не согласиться, ведь есть такие истории, которые даже не вошли в это дело. 1989 год. За несколько недель до исторического вывоза на сожжение десятков миллионов рублей «Ласковый май» выступает в Киеве. За кулисами концерта, как всегда, истерия. Молодые девушки едва ли не рвут певцов на части. Самым последним, как обычно, выходит самый молодой солист «Ласкового майя» Андрей Гуров. У меня была привычка такая всегда оставаться чуть попозже, уходить чуть попозже, потому что, ну, меньше народу и, как бы, расписываться не надо. У меня 14 лет тогда было. Гуров прячется за спинами охранников. И вдруг его берут под руки и тащат в противоположную от автобуса сторону. Еще через минуту он в серой девятке с четырьмя парнями крепкого телосложения. Я даже не понял. Я думал, что это наши там охранники, куда-то меня везут. Ну, я думал, в гостиницу. Я не думал, что похищение тогда возможно. Тогда Советский Союз даже такого и не знали. Цветы в руках у фанаток, плакаты с его именем и белые розы из автомагнитолы. Все, как и 25 лет назад. Только встречают самого молодого солиста группы Андрея Гурова не с гастролей, а из тюрьмы. Да, можно, простите. Он отсидел три года за непреднамеренное убийство соседа по коммуналке. Но все равно признается, бывших артистов не бывает. До сих пор считаю себя одним из участников «Воскового мая». Как и здесь, находясь тоже я, с ребятами организовали группу, уже вторую. Первый глоток шампанского на свободе. За годы в тюрьме он почти забыл вкус шампанского и звук аплодисментов. Но финальный акт того концерта в Киеве до сих пор помнят в деталях. Тогда бандиты потребовали внушительный выкуп. В противном случае, значит, мы в пакете пришлем его голову. Разин тут же позвонил в Москву и позвонил не в милицию, а бойцам другого невидимого фронта, набиравшего тогда силу в перестроечной России. И уже через несколько часов в аэропорту Киева приземлился личный самолет авторитета «Атарик» Вантришвили. Я ему позвонил и сказал об этой ситуации. «Атарик» немедленно вылетел в Киев. С аэропорта были подняты все блатные связи. В конце 80-х спортсмена и предпринимателя «Атарик» Вантришвили спецслужбу называли не иначе, как крестным отцом московской мафии и одним из самых авторитетных воров в законе. По данным МВД, он имел свою долю в большом количестве объектов московской недвижимости. Самые крупные вложения, говорят, он сделал в гостиницу «Ленинградская». Далее был «Интурист», гостиница «Университетская». Кроме того, он имел долю в ресторане «Гаванна», в нескольких банках и даже сети общественных туалетов. А чуть позже на территории центрального ипподрома его завнем отчине открыли собственное казино «Рояль». Фактически весь игорный бизнес Москвы был тогда под его контролем. Квантеришвили знал многих и был человеком с широкой грузинской душой. Дружил с Александром Разумбаумом. Последний даже посвятил ему песню. Как говорят, отмазал Киркорова от кредитов и даже наехал на певца Владимира Кузьмина, отобрав около 75 тысяч рублей. Его подозревали в организации нападения на коммерческого директора комбинации Шишинина. С Уосифом Кобзоном Квантеришвили связывала не только тесная дружба, но и крепкие деловые взаимоотношения. В середине 80-х именно Квантеришвили с другим не менее авторитетным деятелем Анзори Кикалишвили основал Фонд социальной защиты спортсменов имени Льва Яшина и Ассоциацию 21 век, оказывающую в том числе и значительную материальную поддержку заслуженным и забытым. Был влиятельный человек, который помогал, который, вот Робин Гуд, слово к нему подходило, понимаете? 5 апреля 1994 года Атарик Квантеришвили был убит тремя выстрелами из снайперской винтовки при выходе из краснопресненских бани. Могила находится на входе в центральную аллею Ваганьковского кладбища. Ее еще называют Братской. Здесь самое дорогое место последнего пристанища. Причем расположили ее таким образом, чтобы она постоянно находилась под взглядами охраны, которая не подпускает сюда никого с теле и фотокамерами. Но что связывало подпольного короля Москвы воровской общак и ласковый май? И чем закончилась эта история? А также, как в руки детдомовцев попал частный самолет? И куда делись миллионы ласкового мая? В этом, а также о неизвестном покушении на Юру Жатунова чуть позже. А пока обратите внимание, похитители потребовали за освобождение Гурова 20 тысяч рублей. Для сравнения, на эти деньги тогда можно было купить две «Волги». Невероятная роскошь для обычного советского гражданина. У меня были несколько случаев наездов на меня со стороны рэкета. Деньги. Вечером столько-то. Вот концерт прошел, вот принесешь столько-то. Знакомьтесь, Рашид Дайрабаев, легендарный директор звезд. Игорь Саруханов, Вика Цыганова, Николай Басков. Но начинал он еще совсем молодым, в ласковом мае. 16-летний пацан погрузился в мир невиданной роскоши, достойной олигархов. Шоковали, будь здоров. Понимаете, летали в Сочи, допустим, к Шатунову, да? Снимали вертолет на почасовую. Отдыхали. Он стоял там, вертолет, целую ночь на горе у Шатунова, дома в Барановке. И когда они просыпались от пьяного угара, грубо говоря, они обнаружили, что этот вертолет еще стоит. Они даже забывали, что это не такси, это вертолет. На архивных кадрах гастроли «Ласкового мая» в начале 1990 года. После концерта 16-летний Юра Шатунов в курилке, шутя, рассказывает о недавней аварии. Классно у меня сегодня получилось, когда я на машине перевернулся. Вот это классно. А с кем ты перевернулся? С четвергом разе. Я, Коля и Сережка Серкова. А ты забываешься? А чем ты вернулась? Забываю. Чтобы было понятно, по Москве мальчишки передвигались на правительственном зиле. Еще у них была чайка. Но и забавы ради купили раритетный красный «Мерседес». Покупали сигареты исключительно «Мальборо». И покупали только у «Национали», у «Швейцара». Покупали блоками. Концертные гонорары спускали, не задумываясь. Друг детства Шатунова Сергей Серков до сих пор вспоминает, как из детдомовской реальности оказался в капиталистическом будущем, где все, что нельзя, но очень хочется, можно было купить у спекулянтов. Тогда это были плейера, музыка, мопедики. Но тогда мы покупали японские. Домой отсылал, естественно, я маме с папой. Сказку про миллионеров из трущоб Билью сделала новая форма хозрасчета по-разински. Ему удалось выйти из могучей системы госконцерта. Не было раньше, у слова «гонорар» было слово «ставка». Вот ставка такая, эта артистка Ротару получает ставку 16 рублей 50 копеек. Плюс за исполнение сольного в двух отделениях в два раза увеличилось. Получается уже 33 рубля. Плюс за мастерство еще 7 рублей. В середине 80-х Министерство культуры утвердило так называемый список десяти, кто имел право на повышенный гонорар. Пугачева, Ротару, Кобзон получали по 200 рублей за одно выступление. Неслыханная прибавка к зарплате Росконцерта. Это официально в указе. Так же, как был официально параллельный указ от драматических артистов и киноартистов известных, которые получали 500 рублей в месяц. В то время 200 рублей с концерта или 300 рублей с концерта. Это была сенсация. Хотя я смотрел, какие стадионы и дворцы спорта набивали артисты. И куда эти шли деньги? Деньги шли прямым целевым направлением только в одном. Министерство культуры СССР. При этом начинающим Газманову, Сиропу, Моисееву и на такое не приходилось рассчитывать. Но Андрей Разин нашел лазейку. Как частенько бывало в годы перестройки, стареющую систему победило молодое нахальство. Пришел к композитору Чернавскому с огромной идеей о создании такой модели, которой в Союзе еще нет. Это по оплате. В Москве никто не брался даже печатать договора. Первое. Хозрасчетные трудовые соглашения. Все за это боялись. Мне приходилось ездить в Рязанскую область и печатать в периферийных типографиях, где никто ничего не понимал, что они мне все-таки напечатали. Что было дальше, все знают. Деньги потекли рекой. А если учесть фальшивые составы, то финальная сумма смогла бы, если не напугать Министерство финансов, то уж точно насторожить Комитет госбезопасности. 14 миллионов долларов столько заработал Ласковый Май за неполные два года гастролей. И это не наше предположение. Это из письма председателя КГБ Генсеку. Цитата. Разин, используя творчество одаренных детей-сирот, проводит в среднем по 2-3 концерта в сутки по городам СССР 12 коллективами одновременно. Приобретенная наличная выручка на данный день составляет 6 миллионов 721 тысячу рублей. И это был тот самый случай, когда даже всесильное ведомство недооценивало потенциального противника. Это зависело от площадки. Если это дворец, то это одна сумма. Если это стадион, то это порядка 20 тысяч рублей. Ему привозили гонорары, он их брал, выдавал мне то, что я должен выдать коллективу. Остальное все забирал разин. Куда он их девал, я не знаю. Я приехал в ГПТУ-24 в комнату с этими 8 сумками с охраной, высыпал эти деньги. И просто ночь спал на этих деньгах. И после этого миллиона заработал еще 32 миллиона. В августе 89-го «Ласковый май» выступал в совместном концерте с сестрой Майкла Джексона, Латой и Джексон. Группу позвали, боясь, что заезжая знаменитость не соберет зал. Стоимость билета составляла неслыханные деньги – 9 рублей, когда Пугачева стоила от 3 до 6 рублей. За этот и последующие концерты разин по левым платежкам получил в кассе Олимпийского 220 тысяч рублей. Немалые деньги, но чтобы понять, что такое 32 миллиона, потребуется куда большее воображение. Взгляните на размеры стадиона – 33 тысячи квадратных метров. Лишь одного миллиона советских рублей хватило бы, чтобы обклеить его целиком, с первого по последний этаж. Освоить такие деньги в стране, где нет частных банков, офшоров и возможности неограниченно приобретать недвижимость, было задачей не из легких. Купить машину – одно из немногих средств вложения денег. «Ласковый май» едет в Тольятти, получать прямо с конвейера 7 новых «Жигулей». Вот в этом подъезде располагалась частная гостиница. Сюда именно и приехали члены группы «Ласковый май», расположились на втором этаже. Сейчас там находится жилая квартира. Адиль и Николай тогда работали в личной охране Андрея Разина. Все знали, поднимавший голову рэкет вполне может наехать и отобрать машину, а то и деньги. Но вооруженного нападения прямо в гостинице не ожидал никто. Все пойдет, открывайте дверь, открывай дверь, залетают пять человек с обрезами, сунчаками. В это сложно поверить, но оружия у телохранителей, регулярно перевозивших мешки с наличностью, не было. Поэтому отбиваться пришлось подручными средствами. Бились. Ну, кто кого. Уже борьба не на жизнь, а на смерти. Степа прибегает, бутылка бьет, и вот бутылка не разбилась. С-под шампанского бутылка. Второй раз ударил, разбивает бутылку, ноль эмоций. Человек стоит на ногах. Нескольким налетчикам все же удалось скрыться вместе с личными вещами и чеками на машины. Остальных арестовали и судили. У одного было похищено 12 чеков, у второго 6, и у третьего целевых чеков на сумму 175 тысяч рублей. Но когда, оказалось, сделка сорвалась, пропавшие облигации неожиданно вернули владельцу, Андрею Разину. То ли всероссийская слава пострадавшего побудила совесть налетчиков, то ли другие связи артиста. Ну, вроде тех, с авторитетом в Антарешвине. Даже вот эти машины, которые он брал, дарил своим одноклассникам, да. То есть он такой щедрый человек. Проблемы лишних денег покупка «Жигуленков», конечно же, не решила. У нас в трех квартирах было забито эти деньги, битком, потому что огромное количество их было. И, естественно, тратить тогда их некуда было. Хранить их было негде, банков таких не было. Светить их тоже нельзя было. Самих артистов разборки с бандитами и вопросы, где деньги лежат, касались мало. Их обучение было коротким, а слава быстротечной. Забитые стадионы и толпы фанаток воспринимались детдомовцами скорее как игра. Я научился играть на гитаре буквально за две ночи. Росклама не нуждался в деньгах, потому что их были целые мешки, целые карусы этих денег. Лично я получал 100 рублей с концерта. Это были неплохие деньги, но я их никогда не видел, потому что был маленький, мне на руки их никто не давал. Все закончилось тем, что осенью 1989 года несколько десятков миллионов рублей, данные разнятся от 20 до 30, вывезли в дом под Рязанью не с целью освоить, а попросту сжечь. Но они не сгорели. Спустя 20 лет мы нашли общак Ласкового Мая. Почему Политбюро покрывало хищение госимущества? У нас в трех квартирах было забито эти деньги. А КГБ хотело расстрелять народных кумиров. Сложим ли нет? Отчего автор «Белых роз» спивается в Оренбурге? Не пустить хиты. В этой стране это опасно. А об остальных солистах никто ничего не слышал больше 10 лет. Ну, нет у нас ничего общего сейчас. И неизвестное покушение на Михаила Горбачева. Хотел действительно убить Горбачева. Эксклюзивное видео. Фантастические признания самых обаятельных авантюристов нашей эстрады. Тайный шоу-бизнес. Продолжение после рекламы. В 1986 году культовая программа «Утренняя почта» отправилась в Черноморский круиз. На борту молодые, но уже любимые исполнители. Ирина Понаровская. Кто придумал мыльные пузырьки? Борис Моисеев. Среди них неожиданно затесался никому неизвестный Андрей Разин. Останкино. Здесь когда-то была редакция «Утренней почты». С тех пор ничто не изменилось. Железная дверь, стены под покраску. Все скромно. Никаких излишеств. На этих 15 квадратных метрах обычными людьми делалась величайшая программа. Но попасть сюда без комиссий, конкурсов или хороших связей было невозможно. И как же это удалось-то обычному мальчику из детдома? Светлоград. Ставропольский край. Школа-интернат номер 8. За четверть века здесь почти ничего не изменилось. Вот под этим матрасом маленький Андрюша Разин прятал деньги. Заначка у него всегда водилась и тщательно пряталась. Ее нелегко так было найти. Хотя старшие мальчишки пытались у него эти денежки и забрать. Он вообще с детства мечтал о многом. Хотелось все время быть главным, чтобы меня видели все, потому что я им всем говорю, вы становитесь все назад, потому что вы все равно не пробьетесь в люди, а я пробьюсь. Ну, хотя бы о больших деньгах. Он организовал ребят в колхоз «Победа» на уборку винограда. Ну, денежки виноград собрали дети, денежки Андрея в карман положила, остальным натурплата расплачивался, черешни. А вот у этой калитки произошло одно удивительное знакомство. В тот день с визитом в родные края заглянул сам генсек Горбачев. Когда подъехала чайка, я выскочил из кустов и подбежал к Михаилу Сергеевичу. И охрана не успела даже прореагировать. Это было первое знакомство. Это мое было первое знакомство. Я учился тогда в третьем классе. А вскоре третьекласснику невероятно повезло. Его усыновили. Выбрали. Самый полигана выбрали. Скажите, что вы моя родная бабушка. И второе невероятное совпадение. Приемная бабушка работала в доме матери Горбачева, куда, конечно, заглядывал и сам глава государства. Со временем в голове Разина созрел удивительный план. Установлено, что у одного из замминистров образования СССР Разин, представляясь племянником Горбачева, проживал на служебной даче более шести месяцев, пользовался его служебным кабинетом как собственным, разъезжал на служебной машине с проблесковым маячком. И это не плутовской роман, это данные расследования КГБ. Но органы и половины не знали. У него был иногда доступ к вертушке, так называемой. Это телефон в спецсвязи. И он брал этот телефон и набирал по этому телефону какие-нибудь там цифры, там три-четыре цифры, но не семизначные, а по спецсвязи. И говорил там, это кто? Это Петухов? Это из приемной Горбачева. Вот примерно так Разин и попал на телевидение. Забудь не вспомнить, знай, я хочу спокойствовать. Я позвонил по ВЧ с кабинета замминистра Лапину, представителю господин радио, и голосом. Добрый день. Слушай, это Хорбачев. Да, Михаил Сергеевич, слушай. Там мой племянник приехал, он к вам заедет. Вы его там примите нормально, вам доложить. Так пробился в первую в СССР хозрасчетную студию звукозаписи «Рекорд» администратором. И даже успел пару раз свозить на гастроли группу «Мираж». Он же там учился с гаражом, какие-то тоже делал концерты, что-то там хитрил, мудрил, пытался там кого-то там у солистов переманить, давайте бы уйдем. Но «Ласковый май» создал не Разин, а вот этот человек. Сергей Кузнецов – автор всех главных хитов «Мая». В 86-м году руководитель кружка детской самодеятельности спелся с проблемным подростком Шатуновым. Мне было бы гораздо интереснее там полазить где-нибудь там, не знаю, по стройке, поиграть в войнушку, нежели сидеть и заниматься там чем-то. На старой электронике записали первый альбом. Кузнецов продал кассету привокзальным энтузиастам за 30 рублей. Записи передавали из рук в руки. И вот уже через полгода «Ласковый май» собирал аншлаги в местных ДК. Но вряд ли им была осуждена всесоюзная слава. Солист Кузнецов – пил. Обходил ларьки, вот, а их там много было, и везде продавались в кассеты «Ласковый май». Он приходил и говорил, это мои кассеты, значит, либо платите мне там авторские, либо там, ну и от него отбрехивались там бутылка коньяка, либо водки. Ривот отдает. Солист Шатунов каждые полгода сбегал из детдома. Я как бы был такой с авантюркой. То есть мне наоборот было все, что новое для меня, как бы неизведанное, я туда просто кидался с головой. И тут появился он. Да и Разин, кстати, нашел нас случайно, потому что он услышал запись в поезде, заинтересовался откуда, что. Вскоре они встретились на одном из московских квартирников. Приехал Андрюха Разин, мы с ним встретились, что-то разговаривали там, а то о сём. Мне сказали, а в это время был пик популярности. Вот в этом подъезде живет некто Сергей Кузнецов, композитор, который написал песни группе «Ласковый май». Он, не задумываясь, мгновенно взял его за жабры и улетел в Оренбург. И вот Разин уже на пороге директора детдома. Вы кто? Я говорю, я представитель Министерства культуры СССР. Я племянник Михаила Сергеевича Горбачева. Еду к вам в командировку. Он говорит, а по какому вопросу? Я говорю, по такому вопросу, что журнал «Питпл Уекли», это я придумал такой журнал, опубликовал статью, что выдавили ребёнка до самоубийства. Он говорит, Шатунов что ли? Да кто ж его убил? Он сбежал, говорит, с детского дома и уже год как бегает. Разин объяснил, алло, я ищу таланты. Как раз такие молодые. Не оставляют вас умирать на белом, холодном окне. Всё, достаточно. Мы берём ваших детей при одном условии, мы их запишем, давайте нам их на гастроли. Куда? Там мало ли. Там они так от рук отобьют, скажем. А мы договор с вами заключили. Директор заортачился, мол, не положено отпускать воспитанников на какие-то там гастроли. Но у Разина был с собой документ. На основании письма, подписанным заместителем министра образования СССР товарищем Кузнецовым от 28 сентября 1988 года. Предписываю начальникам управления образования краёв и областей СССР оказывать лично Разину АА в поиске, предоставлении сведений и переводе по его письмам отдарённых детей-сирот в Москву. На самом деле забирали их всё, прикрываясь бумагами этого райкома Комсомола. И потом разбираться приезжали у райком Комсомола. Вот, и на них там все шишки сыпались. А отнюдь не на Разину. Разин поехал и, в принципе, просто своровал Шатунова. Кузнецов уже был в Москве, ему нужно было забрать только Шатунова. Он его сюда привёз. Через три дня в райком появилась директор. Вот, мы с ней начали вести переговоры, разговаривать. В итоге мы её уговорили. Уникальная плёнка 23 мая 1989 года. Ласковый май презентует новую песню «Розовый вечер». После концерта короткое интервью, по которому можно составить впечатление о примерном количестве участников группы. Здесь 40 участников сегодняшней студии и 25 детдов. Сейчас, например, 26 мая будет творческий отбор. Мы объявили клич по всему Советскому Союзу. Мы должны набрать 60 человек. Вскоре отделить своих от чужих не мог даже сам Разин. Какой-то такой, по фамилии, такой вот год рождения, значит, приехал в город Икс. Я перезвонил Андрею. Андрей говорит, не наши, вяжите. Потом Андрей перезвонил, говорит, оказались наши. Он тоже всех не знал. Но именно свои первыми устроили пункт против клонирования. Не пишите хиты, в этой стране это опасно. Сергею Кузнецову не понравилось, когда под фонограмму Шатунова его «Белые розы» исполнял малопохожий двойник. Всё перечеркнуло именно коммерцией. В начале 89-го Кузнецов покинул звёздный состав. Вернулся в Оренбург. Пытался заняться новыми проектами. Он и теперь возится с детдомовцами. Ну, после этого у меня была группа «Стекловата». Денис Белликин с Артуром Иремеевым. Профисковали несколько лет. И сдали опять-таки несколько альбомов. Но запинающийся язык, неопрятный внешний вид свидетельствует. В его жизни слишком большую роль играет бутылка. С такими, как Кузнецов, бороться не надо. Надо им ещё раз доверять. А ведь это человек, придумавший супер-хиты ласкового мая. Только теперь они ему не принадлежат. Медицинская справка от 18 мая 2009 года. Дана Кузнецову Сергею Борисовичу. Кузнецовичу 64-го года рождения повторно в том, что он является инвалидом второй группы. Причина заболевания общая. А вот ещё один интересный документ. Решение промышленного суда города Ставрополя. Кузнецов никакого отношения к написанию песен не имеет, а также является недиспособным и состоит на учёте в Оренбургской психиатрической больнице. Вот так рассказывает историю утраты авторских прав сам Кузнецов. В 2005 году он приехал сюда, предложил мне стать руководителем художественного группы Ласковой Май. Забрал трудовую книжку, я написал заявление. Сначала Кузнецову показалось, разен думал подериться. В определённое время, месяца три, он неисправно платил. Это было 30 тысяч рублей в месяц. Но вышло, просто вспомнил о прошлом. Он составил поддельный договор о том, что я передал ему все песни, 27 песен самых всех, хитовых. И разен сейчас за меня получают мои авторские уже лет шесть. А это хорошие деньги? Да. Сколько? Ну, несколько миллионов в месяц. Разборки за бесценное наследие Ласкового Мая продолжаются и теперь. Но Разина этим не удивишь. Ещё до начала лихих девяностых ему пришлось жить по законам бандитского времени. 6-8 концертов в день, ну и 10 ласковых маев, которые ездили по стране. 600-800 тысяч тех советских рублей в день. Кто мог простить Разину эту историю? О похищении солиста Гурова помните? Ну когда крёстный отец московской мафии Атарик Ванторишвили лично прилетел освобождать солиста из рук рэкета? Так вот, эта история закончилась тем, что киевские бандиты послушались. Он им объяснил, что они находятся, что группа Ласковая находится под его крышей и что это война. Они решили не воевать с московскими и приняли решение немедленно вернуть Гурова. Ванторишвили и Разин познакомились в середине 80-х, когда о молодом спортсмене ещё мало кто знал. Рядом с семейным фото Горбачёва Андрей до сих пор хранит полароидный снимок, где Атарик наглядно демонстрирует, в чём его сила. Покажи, чем ты меня будешь защищать? И он когда разделся по поясу и сделал вот так вот мускулы свои, показал свои биксы. Как любой человек, который делал в те годы бизнес, он не мог не быть завязан с криминалом. Потому что по-другому не могло быть. За свои услуги Квантаришвили брал 20% от прибыли и иногда даже просил лично развозить конверты по адресам подопечных, бывших олимпийских чемпионов. Но это были ещё цветочки. Уж слишком вызывающе вёл себя Разин. Приезжая в любое место, он мог заключать от имени райкома договора о проведении концерта. Он приезжал в филармонию, отдавал эту бумагу, получал в аренду зал, расплачивался, начинал продавать билеты, печатать. И как ему только это всё сходило с рук. Он представлялся племянником генсека, пачками подделывал подписи. Однажды даже расписался как секретарь ЦК Комсомола. Это если бы сейчас подделать подпись, скажем, замглавы администрации Кремля. Этот документ позволил Ласковоумаю завладеть самолётом Як-40, принадлежащим одному из министерств. А на Минском автозаводе под заказ Разину сделали специальный автобус с туалетом и душем. Такие сейчас, конечно, есть в каждом доме на колёсах, но тогда это был абсолютный эксклюзив. И главное, в автобусе было второе дно, в котором возили мешки с деньгами. Но удар пришёл с неожиданной стороны. Агенты спецслужб, внедрённые в Ласковый Май, сообщили на Лубянку. Разин готовит убийство Михаила Горбачёва. Разинский переворот во власти. Зачем артисты хотели убить Генсека? Он затаил личную глубокую обиду и в настоящее время пытается осуществить расправу. Допросы в подвалах Лубянки. Они меня спрашивали, где пушки зарыли. Как мать Генсека спасала Разина от расстрельной статьи. Зазвонилась она Михаил Сергеевич. И сенсация! Спустя 25 лет мы нашли общак Ласкового Мая. Тайный шоу-бизнес. Продолжение после рекламы. Ещё один секретный доклад. Цитирую. Разин неоднократно высказывает намерение физической расправы с товарищем Горбачёвым. Он затаил личную глубокую обиду и в настоящее время пытается осуществить расправу. И готовит покушение на жизнь высших руководителей партии и правительства. Но за что же затаил злобу продюсер Нагенсека? Эта история началась ещё в 76-м году. Как раз в тот памятный визит Горбачёва в детдом села Привольное. Разин, если помните, тогда бросился встречать Михаила Сергеевича. Это моё было первое знакомство. Я учился тогда в третьем классе. Высокому чиновнику Андрюша пожаловался на воспитателя. А тот не поверил. В итоге Разину всыпали по первое число. Вот и обиделся он на всю жизнь. Скажите, так не бывает. Но Горбачёв своей рукой пишет в докладе КГБ. Было. Готовить покушение Разин поручает начальнику охраны Ласкового Мая. Всё, что творилось вокруг Ласкового Мая, это сумасшедшие, огромные деньги. Поэтому рядом был и криминал. 20 лет спустя легендарный Леонид Грозин впервые даёт интервью о тех трудных буднях. Ни с того ни с сего. Открываются двери, улетает ОМОН и говорит, что это здесь мошенники. Нам их надо арестовать. О нетрадиционных способах вложения денег. Мы заходили в магазин, в ювелирный. И полностью скупали его. Полностью за кровот заходили, говорили, здрасте, мы покупаем всё. Ну и, конечно, о том покушении. Они меня спрашивали, где пушки зарыты под Санкт-Петербургом, под Ленинградом. Правда, у них было сведение, что я зарыл склад оружия. По поручению Разина утверждало КГБ, Грозин выслеживал кортеж Горбачёва. Это, кстати, было нетрудно. В Кремль и обратно генсек ездил одним и тем же маршрутом. По Кутузовскому проспекту до резиденции в Давыдково. И вот Грозин якобы неоднократно проводил фотосъёмку и фиксировал количество охраны и схему пунктов внешнего наблюдения у дома Горбачёва. Впрочем, тучи над Ласковым Маем стали сгущаться ещё раньше. В 88-м Держинская прокуратура Москвы начала проверку гастрольной деятельности коллектива. Именно тогда подростковую группу впервые назвали организованной преступной группировкой. А над Андреем Разиным нависла популярная в те времена статья Уголовного кодекса 93.1 хищение государственного имущества в особо крупных размерах. И высшая мера наказания – расстрел. О финансовых делах Ласкового Мая спецслужбы получают информацию изнутри группы. Это были информаторы, это были внутри коллектива интриганты, которые, да, которые расшатывали ситуацию. Агенты, внедрённые КГБ в Ласковый Май, конечно, не солисты и даже не администраторы группы. Но люди знающие. Например, директор ДК, где репетирует группа. Он, безусловно, начал интересоваться вопросами финансов, потоками финансовыми. Как с концертов деньги получает, и тому подобное. Но взять Ласковый Май голыми руками не удалось. Разин быстро понял – с органами надо дружить. Создаётся впечатление, что Разина как бы нам подаёт. Вот он, Разин, Андрей. Чуть и не готовый преступник. Это Валерий Севрюгин. В 88-м году главный прокурор Дзержинской прокуратуры. То есть это его ведомство расследует дело Ласкового Мая. Однако послушайте, что он говорит. Прокуратура не в состоянии. Не то, что не в состоянии. Они имеют основания, ещё раз повторяю, предъявить ему обвинение. Но, однако, что идёт молва уже о том, что вот этот популярный артист... Леонид. Через некоторое время Севрюгин при загадочных обстоятельствах поконит с собой. А материалы расследования дополнят досье КГБ. И делу дадут ход. Во дворце спорта в Лужниках такой коридор длинный. И смотрю, идут 4 человека в штатском. С такими лицами, вот как в кино. Когда идут арестовывать. И я понял, что что-то происходит. Меня просто взяли, арестовали и увезли в Бутырскую тюрьму. И держали меня без допросов, без ничего. Два месяца, 10 дней. Администратора Дайрабаева и начальника охраны Грозина будут допрашивать вежливо, но настойчиво. Где деньги лежат? Я думал, что всё это как бы легко пройдёт. Но они начали на меня наезжать, грубо говоря. Где разин хранит деньги? С кем он знаком из высших органов милицейского состава? Кто его крышует? В матросской тишине, когда я находился, тебе, значит, там такой вот боксик. А у этого боксика такие, как острые камни. И ты не можешь присесть, ты можешь стоять двое-трое суток в этом. И вот двое суток держать. То есть там... Ну это всё метод. То есть следователи в наглую приходили, говорили, только подпиши, ты выйдешь отсюда нормальным человеком. Но Разина свои не сдали, в том числе потому, что многого не знали. Администраторы группы не расписывались ни в одной ведомости. А всеми деньгами Андрей Разин ведал лично. Мои ребята ездили, собирали деньги, только через год приезжал туда группа. Солнечный день, солнечные дожди. Когда следствие всё-таки найдёт адреса паролей явки... У нас в трёх квартирах было забито эти деньги. Разин уже успеет вывести всё самое ценное. Администраторов Ласкового Мая допрашивают в Бутырке. Миллионы группы сжигают под Рязанью. По следу Андрея Разина идёт прокуратура и КГБ. Ему грозит смертная казнь. Что же делать продюсеру? Он прячется в подвале сельского дома в селе Привольное. Хотя убежище ещё то. Ведь и так понятно, именно здесь, на родине, его и будут искать. Но этот дом был настоящей крепостью. Ведь в нём жила мама генсека Горбачёва Мария Пантелеевна. Да, да, да. Ну, а мы его спрятали с Марьей Пантелеевной. Она не просто укрывает своего любимца, соседского мальчика Андрюшку, звонить в Москву, сыну. Дозвонилась она Михаилу Сергеевичу, у неё прямой был. Дозвонилась, и он позвонил, и всё отставили. В итоге прокуратура и КГБ отступают. А сверхсекретные докладные записки и в том числе версии о покушении не дают хода. А что делать? Во все времена и во всех странах родственные связи решали многое. Это страховка Андрея Разина за 2008 год. Всю свою жизнь, всё движимое и недвижимое имущество он оценил лишь в 3,5 миллиона долларов. А ведь мог бы быть миллиардером. Не сожги он в панике деньги ласкового мая. Но минутку, а кто сказал, сжёг? Собирался, но так и не уничтожил. Мы могли только покупать золото и могли покупать там небольшие земельные участки, квартиры. Сколько же всего они купили и сколько теперь это стоит? И где эти сотни миллионов? Как делили общак после распада группы? То, что мне нужно было, я всё как бы купил. За что стреляли в Шатунова и Сухомлинова? Клавишник ласкового мая убит. Стрелял снайпер. Первая версия покушения на Шатунова. И кому достались пропавшие миллионы ласкового мая? Он мне звонил в шоке. Афера века будет раскрыта. Тайный шоу-бизнес. Продолжение после рекламы. Знаменитый дом номер 9 на Тверской. Сюда селили исключительно по рекомендации Политбюро. Это было жильё для партийной и творческой элиты. Министр культуры Фурцева, актёр Олег Ефремов, адмирал Николай Кузнецов. Квартиры здесь и сейчас по карману немногим. А по советским меркам это было и вовсе самое элитное жильё. В 88-м в доме напротив Андрей Разин купил себе огромную четырёхкомнатную квартиру. И только представьте себе, за 65 тысяч рублей. Их подкосила денежная реформа. Крупные купюры меняли не более 500 рублей в руки. Он мне звонил в шоке. Он говорил, куда, чего сделать всё. Когда сказали на утро, это всё станет бумагой. Он всё обклеил, весь туалет вместо обуви. А миллионы куда пристроишь? На доллары государство тогда не меняло. Можно было участников. 4 рубля за доллар. Ну, у нелегалов просто не хватило бы наличности на такую сумму. Но Разин выкрутился. Здесь в преддверии города Ставрополя, в лесу, я построил, естественно, завод, который будет разливать минеральную воду. Будет вода называться Разинская. Здесь всё его и где на лучших землях курорта Сочи. Кроме завода, Разин строит гостиницы для гостей Олимпиады. Я бегом, галопом в Сочи. Прибегаю в Сочи, говорю, городу возьмите, сколько возьмёте на нужды города. Только помогите мне купить участки. За огромную взятку, ни много ни мало, в 2 миллиона рублей, ему удалось купить несколько десятков участков в городе Сочи. Сейчас это золотая земля. Миллиард долларов – это же гарантированное место в рейтинге Форбс. Вот только что досталось от этого пирога остальным участникам мая. Разин хоть и утверждает, что старается своих не забывать. Гурова, например, из тюрьмы вытащил. Шатунову отдал 10 миллионов долларов и право быть совладельцем товарного знака «Ласковый май». Живёт в Германии, часто гастролирует. Я их зарабатывал самостоятельно, мне их никто не давал. Я за них пахал. И я хотел именно распоряжаться иметь так, как захочется мне. Но у остальных солистов группы после распада коллектива жизнь в буквальном смысле дала трещину. Москва, 29 сентября 1993 года, утро. Из дома по улице Кантемировская выходит Юра Шатунов. Он здесь живёт. С ним друг Михаил Сухомлин. Он клавишник группы «Ласковый май». Накануне приятели засиделись допоздна. Михаил попросил остаться Юру у него дома. Иномарка Сухомлинова была припаркована совсем рядом. Но дойти до неё музыкант не успел. Прогремел выстрел. Клавишник «Ласкового май» убит. Стрелял снайпер. Первая версия – покушение на Шатунова. Но потом поняли – убить хотели именно Сухомлинова. Музыкант, уйдя из «Ласкового май», занимался золотом и бриллиантами. Опасный бизнес. Шатунов обстоятельства этой криминальной разборки предпочитает не вспоминать. Всё было гораздо по-другому, но я не буду на это распространяться. Это личное. А вот с другими участниками группы Юра почти не общается. Ну, нет у нас ничего общего сейчас для общения. А мне с ними неинтересно, поскольку я разговариваю о музыке, а не о деньгах или о каких-нибудь сделках. Маленькая квартирка на окраине Москвы. Здесь живёт Сергей Серков, ещё один солист «Ласкового май». Тот, без кого Шатунов не хотел ехать в Москву. Потом он ушёл из группы. В качестве выходного пособия получил 7 тысяч рублей. Быстро прогулял. С 16 лет я так забухал на 7-8 лет. Живёт на квартире ещё одного участника «Ласкового май». Жил это всё время у нашего клавишника Арвиду. Сам Арвид погиб при пожаре. Вместе с его мамой Серков часто приходит на могилу друга на кладбище. Всё время переживали, как они там, где, что. Ну, то оттуда позвонит, то из другого города. Иногда Сергей звонит Разину и предлагает закатить прощальный гастрольный тур. Но собрать хотя бы один состав «Ласкового май» сейчас куда сложнее, чем разыскать следы пропавшего миллиарда. А вообще невозможно себе представить, что это на самом деле произошло. Сироты, ставшие суперзвёздами. Автобусы с деньгами. Продюсер, совершивший невероятные афёры на самом верху и оставшийся живым и на свободе. КГБ, бандиты, мама президента СССР. Даже жалко, что сегодня вряд ли такое повторится. Это был тайный шоу-бизнес. Я, Дмитрий Штоколов. А на следующей неделе Катя Лель и человек, который дал ей миллионы в отмен на любовь, а затем решил уничтожить. Подлинная история из первых уст.